О нескольких важных решениях, экономических решениях саммита лидеров ЕС, которые завершаются сегодня в Брюсселе. Мы поговорим в частности о том, что Еврокомиссия передала в Совет ЕС предложение по использованию доходов от замороженных российских активов. Ежегодно Украина может получать примерно 3 миллиарда евро. Глава Еврокомиссии Урсула Фондерляйен считает возможным выделение 1 миллиарда уже 1 июля, если ЕС будет действовать быстро для реализации необходимых процедур. Поговорим об этом, а также о том, как удары по российским НПЗ и нефтехранилищам влияют на российскую экономику. И наш гость сегодня в студии Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба. Приветствую вас, Олег, в нашей студии. Диана Штанович. Вот это вот решение о том, что Украина может получать 3 миллиарда евро в год доходов от замороженных российских активов. Насколько это существенная сумма для Украины и только ли на войну, на оружие пойдут ли эти деньги? Потому что там были разные дискуссии, в том числе Венгрия была против для того, чтобы эту сумму выделяли конкретно для оружия. В Венгрии была против в принципе подобных вещей. Позиция Австрии была тоже против вооружений, но они за то, чтобы эти деньги пошли на восстановление. В то же время канцлер Германии за и основная масса европейских стран активно поддерживают выделение этих денег через механизм Европейского фонда мира для финансирования, в том числе и закупок вооружений для Украины. Смотрите, ситуация какого плана? Когда мы с вами говорим о замороженных российских активах, мы должны с вами четко понимать, что средства, которые, ну собственно уже несколько шагов Европейский Союз по этому поводу делал, был открыт специальный счет, куда аккумулируются эти средства. В основном эти средства приходят от обслуживания евробондов, купленных за российские замороженные активы. И именно вот подобная мысль с точки зрения, скажем, Еврокомиссии является основой для того, чтобы не связывать доходы от российских замороженных активов и российские суверенные активы. То есть замороженные активы по определению не должны были приносить никаких дополнительных доходов, они просто должны были лежать на счетах до окончательного решения их судьбы. А раз уж они работают и приносят доход, естественно, этот доход с точки зрения Еврокомиссии является независимыми деньгами от Российской Федерации и могут быть использованы для, в том числе и финансирования военной помощи Украине. С этой точки зрения вот эта вот идеология, она на сегодняшний момент активно находит свою позицию в Европейской комиссии, среди стран Европейского Содружества. То есть в принципе на сегодняшний момент как бы движение в этом направлении есть и скорее всего, действительно, если мы смотрим оптимистично, то первый миллиард можно получить и до конца этого года. А как это технически выглядит? Нам дают эти деньги или Европа покупает боеприпасы, вооружение и потом передает уже непосредственно чех? Речь не идет о физическом перечислении этих денег в бюджет Украины, речь идет о использовании их через Европейский фонд мира. То есть финансируется закупка средств на европейских предприятиях военно-промышленного комплекса, обеспечивается финансирование тех видов вооружений, которые снимаются эксплуатации, передаются Украине и европейскими странами. Ну то есть существуют механизмы, которые уже отработаны, которые функционировали в прошлом году, но в этот раз мы уже четко понимаем, что финансироваться эти затраты должны будут не из бюджета Европейской комиссии, не из бюджета Европейского Союза, а из средств, которые не являются средствами европейских налогоплательщиков. Но эти деньги поступают в бюджет стран Европейского Союза, правильно я понимаю? Эти деньги идут в Европейский фонд мира, а из Европейского фонда мира финансируются соответствующие направления, необходимые для обеспечения Украины оружием. Если это касается, например, выведения тех или иных единиц с эксплуатацией в тех или иных странах Европейского Союза, деньги поступают, естественно, в эти европейские страны. Если это речь идет о производстве новых компонентов и новых образцов вооружений, которые потом будут поступать в Украину, это финансируется конкретной предприятией военно-промышленного комплекса. Вот это решение якобы принято уже, мы можем так надеяться, на политическое решение на этом саммите, который вот в Брюсселе проходит. Могут ли быть какие-то препятствия на этом пути? Может ли Россия, например, каким-то образом препятствовать выделению этих средств доходов от замороженных активов? Ну, собственно, если быть до конца откровенным, на сегодняшний момент есть определенные позиции европейских банков, держателей российских замороженных активов, которые боятся, что в результате подобной передачи Российская Федерация закидает обращениями в суд, в частности банки, которые держат сегодня эти активы, и подобные обращения в суд приведут к тому, что эти банки будут тратить достаточно большие средства для обслуживания судебных процессов, которые затянутся на длительные годы. Собственно, именно этот аргумент сегодня является наиболее таким достаточно серьезным в обсуждениях перспектив использования этих активов. То есть, более того, даже есть некий пул банков, который уже обратился к депутатам, обратился к Еврокомиссии с объяснением, что подобные действия, они, естественно, будут со стороны Российской Федерации, и необходимо предусмотреть возможные варианты, как реагировать на подобные обращения в суд, европейские суды, по поводу этих активов. А какие есть варианты? Ну, смотрите, во-первых, необходимо соответствующее изменение в европейское законодательство, которое бы четко определяло, что данные активы не являются активами Российской Федерации. Раз. Во-вторых, когда мы с вами говорим о замороженных активах, основная сумма, порядка 190 миллиардов евро, заморожена в депозитарии Евроклир, который находится на сегодняшний момент в юрисдикции Королевства Бельгии. И, собственно, основные деньги, о которых мы говорим, это 3 миллиарда евро, это средства от обслуживания ценных бумаг, купленных за замороженные российские активы. То есть именно эта доля будет наиболее существенной, и там как раз Евроклир не поднимает вопросов о судовых преследованиях. Банки, которые держат меньший объем средств, вот их это волнует. Поэтому вполне возможно будет четкое разграничение средств, получаемых от обслуживания евробандов, купленных за российские суверенные активы, и средств, которые на сегодняшний момент находятся на замороженных счетах банковских структур. Ну и очевидно, что если Евросоюз инициирует эту инициативу, то должен, собственно, и рассматривать варианты рисков, и как им противодействовать, как их избегать. Естественно, нужно понимать, что как бы есть разные подходы к этому вопросу, но вот американцы предложили, и, кстати, это их позиция есть по поводу замороженных российских активов, они предлагают на сумму активов выпустить облигации, в обеспечение которых будут положены эти замороженные активы. Продав эти облигации, можно привлечь суммы намного больше, чем там 50 миллиардов евро, и таким образом обеспечить быстрое поступление необходимых средств в Украине. Этот вопрос тоже сегодня достаточно активно обсуждается между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. А что нужно, чтобы этот вопрос не просто обсуждался, а пришел в практическое решение? Ну, пока на сегодняшний момент идет принципиальное обсуждение подобной схемы. Вот когда мы с вами говорим о замороженных активах, мы должны понимать, что есть доходы от них, а есть само тело активов. Вот по доходам европейцы идут вот таким путем, но еще раз говорю, ежегодно это 3 миллиарда. Это сумма, естественно, значимая, но это сумма, которая недостаточна для того, чтобы перекрыть все потребности украинских вооруженных сил. И суммы большие, суммы, которые касаются всего массива активов, они, естественно, значительно важнее, но и сложнее с точки зрения их практической реализации. Это мы говорим о суммах, которые сейчас лежат в Конгрессе или о каких-то других еще? Нет, 60 миллиардов, которые лежат в Конгрессе, это деньги американских налогоплательщиков. Речь идет о замороженных активах российских олигархов, речь идет о замороженных российских активах в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки. То есть речь идет о средствах происхождением с Российской Федерацией. Надо это еще более длительный и сложный процесс получить эти средства. Ну, увы, да, но мы понимаем, что это очень хороший путь с точки зрения переложить тяжесть финансовых лишений на плечи агрессора, а не перекладывать их на плечи европейских и американских налогоплательщиков. Собственно, это очень серьезный аргумент, который на сегодняшний момент, собственно, и двигает всю эту идею. Еще одно решение, которое сегодня было принято на саммите ЕС. Лидеры поддержали инициативу о введении дополнительных пошлин для зерна с Российской Федерацией и с Республики Беларусь. Что это значит для Украины и как это отразится, например, на экономике России и Беларуси? Ну, речь идет о 95 евро пошлины на пшеницу. И речь идет о 50% от стоимости на масляничные культуры и продукты их переработки. В общей сложности, смотрите, почему Европа пошла таким путем? Потому что введение дополнительных пошлин на завоз требует большинства голосов, а не стопроцентного консенсуса, как по наиболее существенным вопросам, например, по введению санкционных ограничений и новых пакетов санкций. Когда мы говорим о 14 пакете, который сейчас разрабатывается и который, скорее всего, будет включать в себя вопросы с российским и белорусским продовольствием, то там, скорее, будут вводить квоты на этот вид продовольствия, в частности, на пшеницу. Но, еще раз говорю, это более сложный процесс и требует консенсуса. Когда мы говорим о пошлинах, это быстрее, большинством голосов это было принято сегодня, 103 доллара это 95 евро, на пшеницу это достаточно серьезная пошлина, которая существенно ограничит возможность Российской Федерации продавать зерно в Европейский Союз. Хотя, для сравнения, чтобы мы понимали, общий объем продовольствия это где-то приблизительно 2,2 миллиона тонн, пшеницы 1,7 миллиона тонн. При том, что общий объем экспорта Российской Федерации по пшенице составляет порядка 30 миллионов тонн в год. То есть, это не такой большой объем, это объем где-то меньше 10%, но россиянам важно сохранить европейский рынок как таковой. Почему? Ну, это емкий рынок, это рынок достаточно интересный с точки зрения цены. Ну и если мы внимательно посмотрим на историю российского экспорта, российского импорта в Евросоюз, то в очень многих моментах можно понять, что россияне преследовали более политические цели этим экспортом, чем экономические. Давайте вспомним, в конце концов, газ, да, вот эту игру с ценами. Давайте вспомним другие позиции. Для европейцев это just business, для россиян это политика. Так что даже формальные ограничения по продаже в принципе незначительных объемов, это в какой-то степени удар по политическим интересам. Потому что россияне и так на европейский рынок продавали это зерно с дисконтами, с хорошими премиями. Почему, собственно, целый ряд стран заинтересованы в продолжении покупки этого зерна. Речь идет и о скандинавских краинах, и странах, и об Испании. Потому что, когда вам предлагают товар дешевле рынка, естественно, это интересно. Главная цель была вот остаться на рынке, главная цель была получение контактов, получение симпатиков по отношению к Российской Федерации. То есть эти вещи, они мало относятся к бизнесу, но тем не менее являются одним из побудительных мотивов российского экспорта. Поэтому вот в этой ситуации, опять же, нужно понимать, что даже введение этих санкций, введение этих пошлин вряд ли ограничит физический объем. Он сделает менее, скажем, интересным с точки зрения бизнеса этот процесс. Но наиболее, как бы, действенным будет введение квот в 14-м пакете санкций. И, скорее всего, мы увидим это. И, скорее всего, это будет консенсусным решением, потому что те страны, которые обычно выступают против, их сегодня очень здорово подпирают собственной аграрии. Поэтому я думаю, что там не будет серьезных возражений. Собственным аграриям же нужно будет объяснить, почему политики принимают те или иные непопулярные даже для собственных аграриев решения. Поэтому вот в этой ситуации, скорее всего, в 14-м пакете мы увидим квотные ограничения на российское зерно, поставляемое в Европу. Поговорим о том, что конкретно влияет на российский бюджет, на российскую возможность финансировать войну, о нефтегазовой отрасли, удары по российским НПЗ. Блумберг считает, что эти удары могли вывести из строя до 11% общих нефтеперерабатывающих мощностей Российской Федерации. Вы согласны? Как Вы в целом оцениваете вот эти удары, которые произошли там за несколько месяцев, как они отразились на российских мощностях нефтеперерабатывающей отрасли? Ну, смотрите, 32 завода, крупных завода НПЗ, работающих в Российской Федерации, дронами было поражено порядка 8. Но нужно понимать, что большой нефтеперерабатывающий завод – это несколько, в принципе, независимых линий, производящих нефтепродукты. Ну, вот реферационная колонна стоит, да, вот у нее там весь спектр от холодных дистиллятов от дизеля и мазутов до высокооктановых бензинов. Если выходит в строе одна колонна, естественно, остальные продолжают работать. Так что в этой ситуации в полном объеме, скорее всего, были остановлены где-то завода 3 из 32. И по разным оценкам, да, от 12 до 14% переработки нефти было остановлено. Если мы анализируем эту ситуацию, то нужно понимать следующее. Ну, вот наиболее ярко это можно посмотреть в цифрах. До начала вот этих атак общий объем переработки суточный на российских НПЗ составлял где-то 5 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки. Сейчас 5 миллионов 100. Ну, то есть где-то минус полмиллиона баррелей в переработке в сутки, вот как бы это получилось. Насколько это чувствительно для российской нефтепереработки и насколько это чувствительно для россиян. Смотрите. 90% бензинов, которые перерабатывались в Российской Федерации на НПЗ, оставались на внутреннем рынке. И где-то половина дизеля. Аргументируя тем, что впереди лето, что весенние полевые работы, Россия ввела запрет на экспорт бензинов на полгода. Я думаю, что здесь не столько предстоящие летние отпуска россиян, сколько физическое уменьшение объема переработки нефти на российских НПЗ. Потому что, если мы посмотрим даже по процентному соотношению, то на сегодняшний момент тот объем, который сегодня перерабатывается в России, вряд ли будет перекрывать ее внутреннюю потребность. И вот есть уже в средствах массовой информации некие данные о том, что ряд российских трейдеров ведут переговоры с азербайджанскими НПЗ на поставку бензинов. И есть еще информация, что Лукойл не может обеспечить свои АЗС бензином и будет рассматривать вопрос белорусской помощи, импорта из Беларуси. Ну вот я же говорю, да. То есть это либо белорусский, либо азербайджанский бензин будет завозиться в Российскую Федерацию для того, чтобы перекрыть тот дефицит, который возник. А этот дефицит, он проявляется очень просто. В России оптовые партии бензина, они не регулируются. То есть регулируется цена на пистолете. Ну то есть это розничная отпускная цена. И если оптовая цена становится дороже, чем розница, то естественно ни один трейдер играться в эти дела не будет. Никто же себе в убыток продавать не будет. Поэтому объективно либо поднимать регулируемую цену на розницу, что очень чувствительно для российских граждан, либо искать пути дополнения рынка и снижать оптовые цены на оптовые партии. Ну вот собственно то, что сейчас происходит, это есть попытка снизить цены на оптовые партии путем запрета экспорта и путем поиска альтернативных источников поставок бензина внутрь Российской Федерации. Ведь если поднимется цена на бензин, то соответственно там и ряд других продуктов, поднимется услуг и так далее. Для россиян. Россияне это почувствуют на своих кошельках? Ну естественно. Они просто почувствуют, потому что вырастет цена на заправках. А если она вырастет цена на пистолете, то естественно это как правило напрямую здорово бьет по кошельку. А Беларусь как донор может помочь России перекрыть этот дефицит? Ну скорее всего, что да, потому что Беларусь сейчас очень здорово отрезана от продажи своих нефтепродуктов на экспорт. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы, они же до активной фазы боевых действий активно торговали и с Европой, продавали и в Польшу, и в Орлен продавали, и в Украину активно продавали нефтепродукты. Сейчас, естественно, все это закрыто для них, а объемы переработки там есть, ну потенциально достаточно велики. Поэтому я думаю, что Беларусь сможет поставить в Российскую Федерацию. Вопрос только о цене. Я думаю, что здесь никто не будет играться в поддавки и цену, естественно, белорусы предложат соответствующие. Думаете, ведь Беларусь фактически карманное государство Российской Федерации? Ну, смотрите, бизнес бизнесом, а политика политикой. На сегодняшний момент НПЗ белорусские являются частными предприятиями, а частный бизнес всегда старается заработать денег в любой ситуации. Хватает ли Кремлю топлива для фронта, для танков, учитывая вот эти вот удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам? Да, вы знаете, ведь если мы говорим о том, что 50% дизеля, это, собственно, то, что остается на внутреннем рынке, 50% продается, а, собственно, сейчас продажи дизеля даже немножко выросли, то объем, который российские НПЗ перерабатывают вот этих холодных дистиллятов, собственно, это дизельного топлива, их хватает. Другой вопрос, что, понимаете, тут же какой момент. В Российской Федерации, вот мы назвали, там, 32 нефтеперерабатывающих завода, они достаточно разные по технике, по особенностям, по глубине переработки. НПЗ советского образца имеют достаточно низкий уровень переработки, там где-то порядка 65-67% переработки в нефтепродукты, остальное там мазуты. Современные, которые строились в последние десятилетия и строились в основном на европейских технологиях, у них намного выше глубина переработки, там, до 85-87%. Вот то, что новое, и то, что на импортных технологиях, его восстановить намного сложнее, потому что необходимы запчасти, необходимы комплектующие, на которых на сегодняшний момент наложены санкции. Да, но Россия умеет обходить санкции. Да, но это намного дороже и дольше. То, что советское, бывшее, оно восстанавливается быстрее, там намного ниже, правда, уровень переработки, но вот, собственно, дизеля там как раз и производится в большом количестве, поэтому на сегодняшний момент дизельный рынок в Российской Федерации пока бездефицитен. Продажи России сырой нефти. Как сейчас выглядит эта возможность финансировать бюджет, финансировать войну? Как работает прайс-кэп? Удается ли России обходить этот потолок цен в 60 долларов за баррель? А все очень сильно зависит от мировых цен на нефть. На сегодняшний момент динамика мировых цен такова, что Россия как бы и торгует в рамках прайс-кэпа, хотя, опять же, все очень здорово зависит от стоимости логистики. И когда индийские нефтеперерабатывающие предприятия в связи с тем, что Красное море стало предельно опасным и Суэцкий канал для прохождения, а в обход Африки через мыс Горн это очень дорого, им выгоднее брать нефть ближе. И получается, что на сегодняшний момент индийцы намного более холоднее относятся к покупке российской нефти, чем это было ранее. Так что с этой точки зрения там в структуру того, что Российская Федерация продает, очень здорово включается вопрос логистических связей. Китай берет без ограничений. Пока на сегодняшний момент нефть, хотя там тоже есть очень серьезные проблемы с логистикой, потому что, во-первых, гнать эшелонами это дорого, кораблями это сейчас сложно в связи с Суэцким каналом. Но, тем не менее, пока наибольшим потребителем российской нефти является Китай. Индия сейчас старается уменьшить структуру, в своей структуре переработки долю российской нефти. Когда мы говорим о прайскепе, мы должны понимать, что контроль за прайскепом, как правило, существуют в страховой компании. То, что на сегодняшний момент ужесточился контроль за прохождением судов, за прохождением танкеров с российскими страховыми обеспечениями, ну вот примером, пожалуйста, откололось достаточно большое количество танкеров с этого так называемого теневого флота, которые ходили под флагами банановых республик. Просто потому, что их перестали обслуживать в европейских странах. В действительности, очень большое значение для обеспечения прайскепа, ну, имеет контроль за теми санкционными ограничениями, которые введены на европейском, в частности, рынке. Поэтому, чем четче контроль, тем меньше шансов обойти прайскеп. Ну и последний вопрос. Этот год для российской экономики стоит ли ждать каких-то существенных потрясений? Ну, я вам хочу сказать, что в этом году российская экономика, скорее всего, будет демонстрировать рост. В первую очередь, за счет резкого возрастания военных расходов, за счет увеличения заказов на машиностроительных предприятиях, обеспечивающих войну. Это никоим образом не скажется на уровне жизни россиян, потому что мы понимаем, что военные расходы – это расходы в никуда. Но на сегодняшний момент вот то, что происходит в экономике Российской Федерации, очень здорово напоминает последние десятилетия Советского Союза, с гонкой вооружений, с возрастающим дефицитом, с очень большой разницей в обеспечении субъектов Федерации. То есть, к сожалению, история повторяется, история учит тому, что она никого ничему не учит. Вот. Вот именно. Олег, спасибо вам большое за этот разговор. Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, говорили о возможностях России финансировать войну и о том, как Европейский Союз ищет варианты передачи Украине доходов от замороженных российских активов. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.